Друзья, привет! Очень сложно говорить о том, как прошёл ЕГЭ 2020 года по какому-либо предмету без того, чтобы иметь доступ к КИМам. Напомню, что мы с вами никак и нигде не можем посмотреть КИМы с прошедшего экзамена и убедиться в их адекватности, соответствию требованиям и так далее. Но даже если мы с вами знаем, что всего одному выпускнику неправомерно занизили балл, что только один выпускник потерял баллы по вине составителей, и эти баллы не были ему возвращены, то экзамен прошёл плохо. По-моему, это совершенно очевидно. Так вот, друзья, ЕГЭ 2020 года прошёл плохо. Да, у нас с вами нет доступа к КИМам, но некоторые задания, которые были на самом ЕГЭ, которые сами выпускники идентифицировали как те задания, которые были у них на ЕГЭ, так вот, некоторые задания были выложены в открытом банке заданий ФИБИ. Там выложили и известное уже задание по аудированию, задание про шоколад. Это задание было в Московской области, которое большинство выпускников выполнили или с одной, или с двумя, или с тремя, или с четырьмя ошибками. И что самое главное, сильные выпускники, которые остальные задания по аудированию на этом ЕГЭ выполнили на максимум, совершили ошибки вот в этом вот самом простом базовом задании. Если мы с вами посмотрим на это задание, а ещё лучше выполним это задание, я оставлю его в описании под видео, мы с вами увидим, что составлено оно совершенно неграмотно. Причём в этом конкретном случае я не думаю, что это неграмотность, вот это вот неграмотное составление задания было сделано нарочно. Я думаю, что здесь мы видим просто пример халатности ФИБИ, халатного отношения к своей работе. Давайте посмотрим на вот это задание про шоколад. Здесь нам дают семь утверждений, и вот эти утверждения мы должны сопоставить с шестью монологами. Одно утверждение при этом будет лишним. Обратим внимание, что всегда вот в таких заданиях, где нам нужно установить соответствие, одна ошибка почти всегда приведёт к ещё одной ошибке. Так как установив одно неправильное соответствие, мы убираем ответ, который на самом деле подходил к другому монологу. То есть одна ошибка в заданиях на соответствие может привести к такой вот цепной реакции, и именно поэтому вот в этом задании многие выпускники и многие сильные выпускники потеряли и два, и три балла. Вот эти высказывания, и составлены они таким образом, что сразу несколько высказываний могут подойти к одному монологу. Хотя, конечно, это противоречит самому принципу этого задания. Соответствие здесь должно быть абсолютно однозначным и явным. То есть вот в этом конкретном задании выпускнику приходилось не просто выбирать одно единственное подходящее утверждение для вот этого конкретного монолога, как и должно быть в подобных заданиях на установление соответствия, а выпускникам приходилось из двух-трёх возможных вариантов выбирать один наиболее подходящий. И вот сделать это на слух без возможности остановиться, без возможности подумать, без возможности что-то записать, так как диалоги идут один за другим без остановки, это, конечно же, невозможно. В первом монологе всё довольно-таки понятно и однозначно. Здесь человек говорит, что очень любит шоколад, ничего не может с этим поделать, особенно зимой ему хочется шоколад, летом уже как-то полегче. И сюда, конечно, однозначно подходит утверждение номер пять. The desire to eat sweets depends on the season. Так и должно быть, соответствие должно быть однозначным, но вот дальше всё начинает запутываться. К монологу B, конечно, подходит утверждение 2, но утверждение 7 тоже там недалеко ушло. И если бы это было только одно такое запутывание в этом задании, то всё было бы нормально, и при втором прослушивании выпускник спокойно бы себе выбрал правильный ответ 2. Но дальше всё становится ещё запутаннее. В диалоге C человек говорит, что он ел слишком много шоколада, а потом понял, что его мозг в условиях тяжёлого учебного года требует углеводов. И он начал есть cereal и некоторые фрукты и овощи как хороший источник углеводов. Мыслилогически мы с вами можем понять, что к этому монологу подходит высказывание 7. It is easy to substitute chocolate with healthy options. Но cereal, который большинство выпускников понимает как вот хлопья, хлопья на завтрак, они не всегда ассоциируются как healthy options. И, конечно, при первом прослушивании это выпускников могло сбить с толку, особенно когда ещё и к предыдущему монологу у них два возможных варианта, и их надо держать в голове. Но это ещё ладно. В B мы поставим 2, в C мы подставим 7. Но дальше идёт уже такое запутывание, что даже я не могу разобраться. В диалоге D человек говорит, что шоколад – это самый простой способ уменьшить стресс и напряжение, и получить удовольствие, и что в этом ничего нет страшного, если потребление шоколада не ведёт к проблемам с весом и со здоровьем. Но нужно помнить, что хобби и спорт тоже приносят нам радость и удовольствие, и если мы будем уделять достаточно времени этим активностям, то наше потребление шоколада будет в разумных пределах. И дело в том, что вот к этому монологу совершенно точно подходят и утверждение 4, и утверждение 6. А если бы их не было, то там и 2, и 7 в принципе подходят, то есть их тоже надо держать в уме. И в следующем диалоге и человек говорит, что наша жизнь полна стресса, и человеку нужно что-то, чтобы бороться с этим стрессом, но всё равно я не покупаю шоколад и отказываюсь, когда мне его предлагают. Видите ли, я занимаюсь йогой и медитацией, пью много ромашкового чая. Когда я расстроен или устал, я делаю дыхательные упражнения, и это помогает. У меня нет потребности в шоколаде или в сладком, просто потому что я пытаюсь найти эмоциональный баланс в моей повседневной жизни. И здесь, друзья, та же самая история. Здесь абсолютно подходят и утверждение 4, и утверждение 6, ну и 2, и 7 тоже по этой теме, и тоже могут нас как-то запутать. То есть совершенно понятно, что выпускники совершенно запутались, у них было всего две возможности прослушать текст. Этого, конечно же, недостаточно. Чтобы выполнить это задание, нужна распечатка текста, и хотя бы 10-15 минут, и даже с этой распечаткой я так и не уверена. В диалогах ДИИИ там 4 и 6 или 6-4, это совершенно непонятно. И в том, и в том монологе говорят о стрессе в жизни, о шоколаде как способ этот стресс уменьшить, и о более подходящих и здоровых способах, как этот стресс уменьшить и получить радость и удовольствие. ФИПИ в открытом банке не дают нам ответов, но как мы можем вычислить из информации, полученной от выпускников, правильными ответами были вот такие 5, 2, 7, 6, 4, 3. И, друзья, это только одно задание, у нас к нему есть доступ, а что было в других заданиях, в большинстве других заданий, которые нигде не были выложены, мы с вами можем только гадать. Единственный способ бороться с этой халатностью ФИПИ, конечно же, об этой халатности говорить, так что, друзья, давайте об этом говорить. Пожалуйста, оставляйте ваши комментарии, рассказывайте о вашем опыте, а я вас всех скоро увижу. See you soon. Bye-bye.